всем привет продолжаем знакомиться с работами известных художников а может быть и неизвестных альберто мартини итальянский живописец гравер и иллюстратор графический дизайнер критики описали диапазон работ мартини от элегантного и эпического до гротесного и жуткого и считает его одним из предшественников сюрреализма мартини родился в адерцо это провинция винета и получил ранее обучение рисования и живописью своего отца который был портретистом и профессором рисунка студия техника в тревиза большую часть своей карьеры он провел иллюстрируя известные литературные произведения в 1895 году он начал первую серию иллюстрации для луиджи пульчи марганта маджори александра тассони в это время он провел свою первую выставку эта серия из 14 картин на венецианском биеннале 1897 году где его рисунки нищих были описаны как живописно-гротескные в 1898 году он переехал в монако и работал иллюстратором в журналах в различных в 1901 году иллюстрировал издание ла дивина комедия начиная с июля 1905 года он создал 132 иллюстрации чернилами которые были охарактеризованы как жуткие к рассказам эдгарда алана по над которым он работал до 1909 года и как пишет википедии которые я пользуюсь переводной открыл период большой творческой активности в графике литературного вдохновения на его творчество но явно повлияли такие художники как альберт дюрер узграф питер брегель лукан скранах альбрех аддольфер и джозеф сатлер чьи работы он изучал 1907 провел свою первую персональную выставку в лондоне познакомился с издателем уильям хайнеманом который впоследствии использовал некоторые иллюстрации мартини смерть отца в 1910 году вернул его в италию где он переехал с матерью в загородный дом недалеко от тревиза там он продолжал иллюстрировать великие литературные произведения такие как шекспир гамлет и стихи поля верлена с 1915 по 1920 года посвятил себя живописи в основном пастель на тему женщины бабочки создал серию так называемых элегантных литографий под названием фарфаль бабочки которые были хорошими примерами его прото сюрреализма с начала первой мировой войны мартини разработал серии устрашающих пропагандистских открыток под названием европейские пляски смерти не столько против войны сколько в агитацию сторонников против австро-венгерской империи оккупирующих то время это эти открытки были распространены среди союзников против австро-венгерской империи как написано в википедии продолжал иллюстрировать литературные произведения с 1912 по 1923 годы у него по-прежнему много выставок в лондоне и ливерпуле баллоне милане и на венецианской биеннале работал в театре по декорациям который он проиллюстрировал и опубликовал свои книги в 1923 году женился на художница марии петринги который стал источником вдохновения для многих его работ разочаровался и виделся на итальянских критиков которые в конце двадцатых годов казалось игнорировали его работы поэту переехал в париж 1028 году создает целый ряд работ в париже объединенных названием картины цвета неба а франции художник был близок таким мастерам как франсиас пикабиа макс эрнст рене магрид хуан миру и андре бретон который приглашает мартини вступить в группу сюрреалистов но однако художник желая сохранить свою независимость отклоняет это предложение написал большой ряд картин которые он назвал картинами с красками неба через некоторое время возвращается в италию публикует сатирический журнал персей с рисунками и карикатурами в 46 году был награжден почетной грамотой в музее изящных искусств нэнси умер в милане 8 ноября 1954 года но так примерно все что мне удалось найти по альберта мартини итальянском живописцы пока пока до свидания все хорошие смотрим работу